Что в сухом остатке? У нас есть некий политический ивент, который имеет название выборы, но к ним не имеет никакого отношения, который власть пытается использовать в качестве суррогата, сублимации для легитимизации своего положения. Значит, соответственно, им нужно то, что, собственно, переводчик Кима назвал здесь картинкой кипучей энергии. То, чего добивается власть, власть добивается красивой картинки, чтобы эту красивую картинку можно было потом использовать в качестве обратного инструмента воздействия на мозги. Вот смотрите, а человек так устроен, что он на самом деле никогда не знает, он один или нас много. Ему будут показывать, на самом деле, вот таких, как ты, много, или наоборот, таких, как не ты, мало. И это им необходимо, собственно говоря. Значит, дальше оппозиция оказывается перед лицом вот этого надвигающегося ивента, который Михаил Борисович обозначил при бесцит. То есть, понятно совершенно, что его игнорировать невозможно. Ну, просто так уйти и сказать, что, ну, то есть, у меня, может, внутренне бы хотелось, дойдите вы все со своим при бесцитом. Значит, необходимо каким-то образом это использовать. Ну, как использовать? Вот это ключевой вопрос. То есть, первое, чего не надо делать, на мой взгляд, не надо поддаваться на самый примитивный ключок и создавать у людей, которые еще готовы слушать, видимость того, что это действительно выбор, и на них действительно что-то решается. И вот на такого рода подставах можно что-то выиграть и получить. Вот то, что у вас проскочило, это такой мирный путь. Вот для меня самая большая угроза – это создание несуществующей иллюзии того, что вот это выборы, и что вот это такой принципиально важный механизм, что зацепившись за него, мы можем, это вот тот рычаг, который поможет нам перевернуть земной шар. Понимаете? Вот, с моей точки зрения, все то, что работает на создание этой иллюзии, на создание этой иллюзии, а в крайнем варианте мы видели это по белорусским событиям 2019 года, вот все то, что работает на иллюзию, что у Шулера можно выиграть, играя по его правилам, это крайне вредно. Вот, уже если мы не допустим такой ошибки, если ни одна из тех борющихся команд, которые сегодня пытаются подойти к этой теме, не будет создавать такую иллюзию, то это уже будет большой результат. То есть, надо этот иллюзию как тогда использовать? Его надо использовать таким образом, чтобы максимально на этом примере объяснять населению узурпаторский характер власти и проводить, как бы, свою антивоенную и общедемократическую пропаганду. Вот, дальше вопрос, каким образом это лучше делать? Значит, естественно, возникает ассоциация с Лениным и с этими четырьмя думами, которые были в начале 20 века, где Ленин там боролся все время на два фронта и против тех, кто вот один фронт там искренне верил в то, что можно войти в думу и таким образом там захватить власти через нее. И тех, кто считал, что вообще нужно игнорировать полностью эти выборы, бойкотировать. Он их называл отзористами. И он то против одних боролся, то против других. Но там есть, был один такой важный момент, что сейчас не начало 20 века. Вот тогда была возможность все-таки какого-то прямого участия, так или иначе, в выборах. Сейчас, ну, практически почти такой возможности нет. В этом была ловушка, вот так называемого умного голосования. В общем, на самом деле, неплохой идеей и, мягко говоря, не новой. Но в данном случае была проблема в том, что, будучи применена чересчур прямолинейно, она привела к тому, что это приводило к развращению избирателя. Когда он, ну, практически голосовал, не просто за Кремль, а зачастую за худшие его ипостаси. Вот у нас будет, как бы, дайте говорить о президентских выборах, которые там впереди надвигаются. Для меня очень большой вопрос, допустят, например, Явлинского к выборам или нет. Вот мы сейчас знаем вообще эту ситуацию, будет Явлинский выдвигаться или не будет. То вы там ближе, Виталий Новнович, к информации. То есть, Явлинский, как бы к нему ни относиться, является единственной сейчас силой из тех, кто теоретически, может быть, насколько я понимаю, допущен к участию в выборах, которые выступают против войны. Ну, да, вот в таком случае механизм умного голосования Навального здесь, в этом случае, применим. Допустим, может сложиться ситуация, что там не будет ни одного кандидата, за которого вообще приемлемо голосовать. Вот что делать в этом случае? Вот если будет кандидат, за которого, у которого есть антивоенная позиция, хотя бы один, понятно, тут все понятно. Тут не надо большого ума, чтобы умно проголосовать. Тогда неважно, какие у тебя лично симпатии, антипатии к Явлинскому, условному, ты должен пойти и отдать за него голос. Допустим, там никого не будет, что я предполагаю, там никого не будет с антивоенной позиции. Я не знаю, как они этого достигнут, но, скорее всего, да, я не очень верю во все эти расклады про второго Прохорова там или вторую Собчак. Время не то. Нам даже Венедиктова там кто-то обещал. Даже Тихановской не будет. Даже Тихановской не будет. То есть, это все пока вот все эти разговоры, которые на самом деле умело выбрасываются и администрацией президента, и теми политехнологическими центрами, которые сейчас разводят пожиже эту гущу, а мы как бы под эту мелодию играем. Эти все разговоры, на мой взгляд, они нерелевантны. Другое время, другие обстоятельства, другие риски. И они, ребята, умные и тоже рисковать сверхмеры не будут. Потому что это в их условиях, это риск сверхмера. Там никогда не понятно, во что это выльется. И вот этого предполагаемого принародного разгрома либералов там может не случиться. А потом либералы, они такие скользкие. Они еще сольются с крайними ультрапатриотами, поскольку там будет общая платформа для критики власти. И вообще из этого будет такая грибучая смесь, что мало не покажется. Поэтому не будут они это рискать. Вот у нас возникает такая ситуация, которая гипотетическая, но которая при этом наиболее вероятна. У нас есть президентский как бы выбор. На этих президентских выборах есть президент и несколько рож, по сравнению с которыми Путин должен смотреться как интеллигентный профессор Сарбон. Вот что мы делаем тогда в этой ситуации? У нас как бы есть по сути два пути. Три пути. Первый путь, это сказать, ребята, в принципе промежутки между Олимпийскими играми, даже не просто, вот я постоянно смеюсь, лыжники летом-то нечего делать, но вот они как бы по тротуару рассекают на роликовых лыжах. Ну, давайте представим себе, что мы вот такие лыжники. Зимы у нас нету, а двигаться надо. Ну, значит, купили себе роликовые лыжи и будем по асфальту на них рассекать, имитируя там Альбер Вильг какой-нибудь. Тогда, ну что, тогда просто все бегут до избирательного участка, находят свой бюллетень, рвут его, выражая тем самым свою гражданскую позицию, внутренне, ну, получают удовлетворение, ну, потому что некий акт сделали, потом это все-таки какая-то компания. То есть, все говорят, давайте объединяться. Чем больше нас придет и порвет, тем больше у нас будет ощущение, что мы порвали тузика как грелку, понимаете? Ну, тоже как бы полезно. Вот один вариант такого поведения. Второй вариант... Демобилизационный. Он демобилизационный. Я вам скажу, в чем проблема такого варианта. Он создает впечатление, что ты что-то сделал, а на самом деле ты ничего не сделал. Значит, второй вариант, он еще хуже. Это повторить неумность умного голосования в первый вариант. Сейчас то, что предлагает Навальный на предыдущих выборах, оно было вполне разумно для меня и приемлемо. То есть, когда... И, собственно говоря, с этим никто никогда не спорил. Вот с этой моделью никто никогда не спорил. То есть, если есть приемлемый кандидат, мы все голосуем за приемлемого кандидата. Кто-то может сказать, нет приемлемого кандидата. Ну, там говорят, ну, ты все равно идешь, лишь бы не Путин, давайте проголосуем. Допустим, там будет, ну, я не знаю, который Гойда кричал, выдвинуть его. Но он же тоже не Путин. Вот давайте мы голосуем. Тут главное, чтобы Путин почувствовал, что за него мало. Ну, это предельно, с моей точки зрения, глупый вариант. Причем все это имеет, ну, вот как бы... Навальный его опробовал, да. Он, так сказать, деструктивный вариант получился. Значит, дальше получается, что мы находимся в позиции, в которой ничего, кроме такой серьезной, консолидированной позиции, оппозиции о том, что это не выбора, и мы всем объясняем, что это не выбора, оно не остается. Не согласен. Не согласен. Так. Не согласен. Может быть, я не вижу. Может быть, я не вижу. У меня нет позиции. Я просто сейчас рассуждаю, какие могут быть еще варианты. Есть вполне рабочий вариант. Попытка регистрации условной Тихановской. Если условная Тихановская, ну, или условный Явленский, если ему, так сказать, я извиняюсь, хватит этих болс для того, чтобы на это пойти, то, предположим, его не регистрируют. Окей. Люди знают, что была такая альтернатива. Людей призывают идти голосовать все равно за Явленского. И мы видим, что много людей пришло и проголосовало за Явленского. Это списало Явленского. Которого не допустили. Ну, списков нет, зато бюллетени есть. Понятно. Это то же самое, что порвать, но и мужество. Нет, это не порвать. Потому что порвать – это деструктивно. Знаете, так сказать, я порвал бюллетень. Это что значит? Что я не хочу, чтобы никакой власти в стране не было? Я когда говорил «порвать», тут во мне говорит юрист. То есть, я согласен. Дело в том, что любой бюллетень, на котором что-то написано, не кондициональный, он признается недействительным. Но мы не обсуждаем. Разве нельзя вписывать на других кондиционерах? Я не знаю, можно или нельзя. Меня вообще не интересует. Потому что это не юридическая процедура. Я не спорю, тогда это вариация, как бы сценарий номер два. То есть, сценарий номер один нам удается отыскать среди мурлу более-менее приемлемое лицо, и мы все идем и голосуем за него. Его зарегистрировали. Вариант второй. Мы пытались зарегистрировать... Мы не имеем в виду Явлинского, он, так сказать... Мы нормальные лица. Да. Но я ставлю... Слушайте, если Явлинского зарегистрировали на эти выборы, я просто в эфире... Ну, я не собираюсь есть нормальную шляпу, но перед лицом Кириенко съем просто какую-нибудь тестовую шляпу. Специально попрошу жену испечь и ее съем, понимаете? Поэтому... Я думаю, что ее съест Кириенко. Да. То есть, поэтому... Давайте, хорошо. Первый вариант. Сценарий номер один. У нас есть приемлемая или даже желаемая кандидатура, которая выступает с антивоенной... Единственное, что от нее требуется, она может быть людоедом, графоманом, она может не нравиться... Ну, у нее есть одна черта, она выступает с антивоенцем. Да. И все, этого достаточно. Все, мы за нее голосуем. Это сцена Юрия Владимировна. Сценарий номер два. У нас была такая все-таки кандидатура, и он приемлемый. По крайней мере, мы выбрали все некую одну кандидатуру и попытались ее зарегистрировать, но нам это не удалось. И вот в этом случае тогда мы говорим, что, ребята, давайте вот флешмоб. Это будет называться не выборы, а электоральный флешмоб. То есть, мы идем и вписываем в свой бюллетень евринского, делаем фотографию, и эту фотографию на какой-то зарегистрированный ресурс отсылаем. И, условно говоря, народ там считает, сколько фотографий пришло за этого кандидата. Это хороший вариант, мне он нравится. Но для этого нужно, чтобы вот те самые игроки, которые сейчас на самом деле используют этот ивент для мобилизации не общества в целом, а своих собственных команд, своих, условно говоря, политических машин, переступили через внутренний эгоизм и договорились о любом, о самом нейтральном, о каком угодно, допустим, о том же Явлицком, который уже ближе всего к этому процессу. Лишь бы он просто Явлинский не заявил, что, ребята, за кого угодно, кроме меня. Да-да-да-да-да. Думаю, что если он сейчас будет нас посмотреть, то ему этот разговор может не понравиться, мягко говоря. Ну, так сказать, вот уж чем меня волнует в последнюю очередь. Это другое вопрос. Достойный человек, у него достойная позиция. Давайте так. И вот у него сегодня исторический, может, это его единственный шанс, вот может, он для этого и держался все эти годы, чтобы сейчас ближе всех подойти к этой черте. В чем наша на сегодняшний день главная задача? Вот как я ее для себя вижу, как ее видят для себя те люди, к которым я отношусь с уважением, из людей, занимающихся в той или иной мере политикой, общественной деятельностью, не как политтехнологи, не как исследователи, а именно как акторы. Наша задача, она двуедина. Смена режима, остановка войны. Вот неважно, что впереди пойдет, потому что это вещи взаимосвязанные. Несмененный режим опять начнет войну, неостановленная война не дает возможность... Остановленная, проигранная путинской властью война приводит к смене режима. Вот двуединная задача. Почему для нас важно вот это вот политтехнологическое событие, которое происходит? Я имею в виду тот плебисцит, который проводит Путин, ну или запланировал Путин на март месяц. Потому что, конечно, это приводит к общественной мобилизации. То есть просто люди начинают слышать политические резоны больше, чем они слышат их в обычное время. То есть если в обычное время для обычных людей, вот там для 105 миллионов избирателей, вопрос о политике стоит где-нибудь на десятом месте их жизненных приоритетов, то в момент вот этого вот политтехнологического спектакля, который затевается очередной раз с администрацией президента, они становятся на третье место, на второе место. Ну, благодаря усилиям пропаганды. Не воспользоваться этой ситуацией, не попытаться воспользоваться этой ситуацией, на мой взгляд, преступление. Потому что я абсолютно, вот здесь я соглашусь с Владимиром Борисовичем, что при отсутствии при входящих иных обстоятельств ничего не произойдет. Но если при входящие обстоятельства будут, а не будет мобилизации общества, то тоже ничего не произойдет. То есть вот условно говоря, мятеж Пригожина на политически мобилизованном обществе привел бы к смене режима. Мятеж Пригожина вне политически мобилизованного общества к смене режима не привел. На базе политически мобилизованного общества смерть Путина приведет к смене режима. В отсутствии политически мобилизованного общества это к смене режима не привезет. Проигрыш на фронте, ну, такое крупное поражение на фронте, в рамках политически немобилизованного общества ни к чему не привезет, в рамках политически мобилизованного общества может привести к смене режима и так далее. Я таких примеров могу привести еще кучу. Техногенная катастрофа, еще что-то подобное. Если ничего не произойдет, то понятно, что это будет звук в никуда. И нам опять скажут, а что же оппозиция каждый раз говорит, давайте вот прямо сейчас мы сменяем режим, а ничего не происходит. Господа, мы можем 10 раз призывать мобилизовываться, 20 раз призывать мобилизовываться. Нам достаточно один раз, чтобы звезды совпали, и режим рухнет. А режиму достаточно одного раза рухнуть, и на этом ему конец. Поэтому, конечно, не воспользоваться ситуацией вот такой вот мобилизации мы не можем. Почему же Путин на это идет? Ну, он же все это тоже понимает. Он понимает, какие риски это все вызывает. Тоже, на мой взгляд, по очень понятной причине. Если он не будет проводить вот этот вот плебисцит, то ему предстоит стоять только на одной ноге. Это силовое воздействие на общество. Это здорово, но это сильно неприятно. Надо вспомнить, что и во времена Ельцина такая идея была. Если мы помним, Коржаков, Барсуков, Сосковец предлагали отменить выборы, отвести чрезвычайное положение и так далее. Это каждому автократу предлагают. А Ельцин в тот момент уже, конечно, был автократом. Тем более диктатору, конечно, предлагают. Но это означает попасть в зависимость от одной стороны, а ему все-таки хочется хоть какой-то баланс иметь. Поэтому он, скорее всего, пойдет на этот риск. Он, скорее всего, пойдет на этот риск. Как воспользоваться этим риском? Как мобилизовать общество? Вот здесь вот существует один принципиальный аспект. Оппозиция должна выступать с единой моделью. То есть важно не то, какая это будет модель, а важно, чтобы модель была единой. Потому что мобилизация общества – это когда все бьют одним кулаком. Вот один кулак, один удар – это то, что может помочь при наличии, при входящих обстоятельствах. А вот здесь в качестве деструктивной модели, которую, несомненно, использует Кремль, происходит то, о чем, опять же, говорил Владимир Борисович, то, что я обещал поставить в какой-то момент в ряду этой истории. Ну, во-первых, нам говорят, ребят, ну, на самом деле ситуация еще не сложилась. Так мы не можем сказать, в какой момент Путин умрет или в какой момент они потеряют очередную Харьковскую область. Да, команды хотят играть и создавать себе предпосылки на будущее. Да, совершенно точно. Именно поэтому ФБК так упорно заявляет, что оно не будет ни с кем координировать свои действия, что они не понимают, что это дробит оппозицию хоть в какой-то мере. Пускай сейчас уже в гораздо меньшей мере, чем в прошлом. Но да, какой-то отряд оппозиции от нее отделяется. Что они это не понимают? Понимают, но действительно они ставят во главу угла свой личный, имеется в виду, корпоративный выигрыш. Я надеюсь, что они передумают. Я надеюсь, что они в какой-то момент согласятся, что надо координироваться для того, чтобы иметь шанс воспользоваться ситуацией. А уж будет эта ситуация или не будет, это не только от нас зависит, но и от Господа Бога тоже. Тем не менее, выборы – это, так сказать, единственный мирный путь. Это не мирный путь. Мы не говорим ни в какой мере. Именно поэтому я уклонялся от слова «выборы». Потому что не надо думать, что вот такой вот ситуацией, таким шансом является, что мы пришли на участки, проголосовали. И все поменялось. Да, и все поменялось. Об этом даже мы не говорим. Мы говорим о том, что у людей возникло ощущение, что они отдали свой голос не этому или хотели отдать свой голос не этому, если он не допустил до голосования того человека, который люди хотели бы. Они не хотели этому отдать голос. Он у них этот голос украл. И вот дальше, при наличии, при входящих обстоятельств, люди выходят на улицы, часть из этих людей проявляет большую активность и штурмуют здания, армия и силовые структуры делают шаг назад. Без крови не обойдется, но это будет небольшая кровь. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.